Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первого послания святого апостола Павла Коринфянам, вторая глава. Апостол Павел возвращается к тому моменту, когда он пришел в Коринф и только-только начинал там свою деятельность и служение. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам стилиство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас не в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не в мудрости человеческой, но на силе Божией. Итак, проблема, которую дальше апостол Павел продолжает рассматривать, это яркость, убедительность, привлекательность его проповеди. Конечно, мы понимаем всю условность этого такого как бы самобичевания апостола Павла, потому что, хотя он и говорит о том, что, возможно, его слово не прозвучало столь ярко и убедительно, но, тем не менее, результат этого слова был налицо. Каринская церковь начала жить, да, собственно, апостол Павел, как говорит дальше, положил ей основание. Поэтому, конечно, может быть, читая это послание, мы до конца все равно внутренне не можем согласиться с тем, что пишет апостол Павел о себе, потому что его послание и по сей день является одной из самых читаемых литературных книг. И поэтому и изучает, и пишет, и так далее, и так далее. И вряд ли кто бы то ни было может похвалиться таким наследием, которым посвящено изучение послания апостола Павла. Они по сей день являются привлекательным, а личность их автора, конечно, она никого не может оставить равнодушной. И в то же время апостол Павел здесь, понимая, что все-таки он, очевидно, в чем-то уступал Аполлосу, подводит как бы основание, базис. Он говорит о том, что именно то, что он говорил о распятом Христе, и обуславливает как бы эту вот такую невзрачность, эту в чем-то непровлекательность, потому что сам он вынужден был ограничить себя. Он говорит такие слова, я предпытал у вас не знать ничего, ничего, кроме Иисуса Христа распятого. И действительно, весть о распятом Христе, она определяет тот посыл, тот месяц, как мы сказали сейчас, который, собственно, и ведет апостола Павла, который определяет содержание всего того, о чем он говорил. Христос как бы смирил себя, уничижил, Бог стал невзрачен. Он, как говорит дальше апостол Павла, смирил себя до крести смертной. И это ограничение, которое он сам на себя возлагает на кресте, делает невозможным, чтобы разговор об этом, он был вставлен в рамки уже существующих парадигм или философских учений. Апостол Павел как бы вынужден от них отказаться. Он не собирается их использовать и к ним обращается. Он говорит о том, что то, что он проповедует, является принципиально новым. И поэтому говорить об этом нужно тоже совершенно иначе, не так, как к этому привыкли люди, не так, как они уже выстраивают какие-то религиозные и философские учения, а совершенно иначе, по-другому. Но это сознательное ограничение, оно было связано и с тем, что апостол Павел не пытается кого-то опередить. Он не пытается сделать так, чтобы люди ощутили превосходство его слова. Потому что еще раз скажем, он говорит о кресте. А в кресте, в распятии нет никаких преимуществ, нет никакого превосходства. Человек умирает в страшных муках. И поэтому действительно апостол Павел в то же время его обращение возымело успех. Но не в последнюю очередь именно благодаря той силе Божией, которая в нем совершается. То есть, конечно же, в его чудесах. Они показали, что сам Павел на стороне Бога. И поэтому люди приняли и его, и все то, о чем он говорил. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не власти века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Здесь перед нами одно из, в общем-то, непростых мест для понимания апостола Павла. Непростых, потому что оно требует несколько отступлений и минуток внимания. Дело в том, что мы здесь сталкиваемся с некой загадкой. А именно, апостол Павла говорит, мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную. И мы можем сказать, эти его слова не являются обоснованием или, по крайней мере, номинальной возможностью эзотерического знания в христианстве. Вот некая тайная премудрость, сокровенная, которая предназначена совершенным, как он сам об этом говорит. То есть недоступна для большинства, для тех, кто не достигли соответствующего уровня. И, конечно, это требует ответа. Ответа, потому что, на самом-то деле, действительно, апостол Павел, дальше мы это увидим, называет своих адресатов, это начало третьей главы, младенцами во Христе. То есть совершенства они еще не достигли. Коринфская церковь или просто Коринфяне в тот момент, когда к ним обратился апостол Павел, были еще не готовы к тому, чтобы воспринять что-то премудрое для того, чтобы апостол Павел им предупредил всю сумму богословского знания христианства. Поэтому он дальше скажет, я не мог вас кормить твердой пищей, а как бы молоком, как новоначально, как младенцев. В то же время это не означает, что проповедь апостола Павла – это проповедь для таких вот простачков, для каких-то невежд, которые не могут разобраться в вершинах богословского знания. Нет, апостол Павел все это может, но он говорит о том, что действительно Коринфская церковь была неподготовлена. И это совершенно понятно. Проповедник всегда должен учитывать свою аудиторию, к которой он обращается. И с одними апостол Павел, как он говорил, о премудрости Божией, а с другими он беседовал еще как с младенцами во Христе. Но здесь есть еще, может быть, даже более загадочная и таинственная фраза. А именно, он говорит о том, что премудрости Божией, предназначенной к славе нашей, то есть нашему спасению, никто из ластей века сего не познал, ибо если познали, то не распяли бы Господа славы. Итак, кто же такие эти власти века сего, которые распяли Господа славы? Здесь тоже как бы игра, да, распятие Господа славы, божественное человеческое, да? Конечно же, это не Понтий Пилат, который был просто прокуратором, то есть управителем периферийной Римской области. Тем более уж это не череноскендрионы, которые добивались смерти Иисуса Христа. Тогда же кто? Потому что их мы властителями века сего назвать уж никак не можем. Дело в том, что здесь мы переходим к теме, к которой еще неоднократно вернемся, а именно это то, как апостол Павел рассматривал как бы космологию, мироустройство и каков был его взгляд на духовный мир, на духовные существа, на ангелов. И здесь, в отличие от привычного нам взгляда, мы вынуждены констатировать, что апостол Павел прежде всего рассматривает ангелов, посланий, как враждебную богу силу. Я приведу вам лишь несколько цитат, которые подтвердят такую точку зрения. Вот в послании Колосиным апостол Павел пишет, что, истребив учение бывшего настройка Писания, «Он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Вот эти начало и власти – это и есть, на самом-то деле, те могущественные духовные силы, которые управляют этим миром, и которые Христос победил, одержал над ними верх с помощью Христа. И для того, чтобы это утверждение не было голословным, я приведу еще одну цитату из посланий Ефейсиным, 6 глава, 12 стих. «Потому что брань наша не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». То есть здесь мы видим, что начало и власти – это действительно духи тьмы, духи злобы поднебесные, которые управляют этим миром, которые обладают реальной властью. И, собственно говоря, такие слова есть и еще здесь, в послании к Ефейсиным апостол Павел говорит о том, что князь, господствующий в воздухе, 2 глава, 2 стих, который действует ныне в ценах противления. То есть на самом-то деле действительно за кулисами этого мира существуют и другие силы, которые руководят и властителями, и царями. Вот это те реальные, как мы сказали, сейчас серые кардиналы, это духовные силы, которые управляют этим миром. И вот этот мир, апостол Павел говорит, Христос и низложил. И если бы они знали заранее, чем закончится для них крест, какова будет замысел Божий, то есть премудрость Божия, они бы, конечно, его не допустили. Но этот замысел им был неизвестен. И поэтому он говорит о том, что тем самым премудрость Божия, она настолько таинственна, что не только люди не способны ее познать, но и даже эти духовные существа оказались на это неспособны. И поэтому этот замысел, тайна спасения Божия, она одержала над ними победу. А нам Бог открыл это, продолжает апостол Павел, духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божии. То есть можно спросить, а откуда апостол Павел это знание? Ему-то откуда это известно? Он отвечает, что дух Божий открывает ему это. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Но мы приняли не дух и мир и сего, а духа от Бога, дабы знать, дарова нам от Бога, чтобы и возвещая мне от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от духа святаго, соображая духовное с духовным». То есть другими словами апостол Павел говорит об источнике своего знания, о полученном им откровении. Дух Божий, как он говорит, он проницает глубины Божии, то есть он знает тайны Божии. И этот дух, который мы получили, он сообщает эти тайны, он открывает их. И естественно, что это откровение, оно не продиктовано какой-то человеческой мудростью, как он говорит, заранее изученными словами. Но принять их и понять их может не просто человек интеллектуально высокий, проницательный, глубокий, мудрый. Нет, апостол говорит, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает, что от духа Божия, потому что он почитает его безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы насудить духовно. Другими словами, дело в некотором сродстве, в соединении. Только те, кто получили духа Божия, то есть только в тех, в ком обитает Бог, они и готовы воспринять это откровение Божие, осознать его. А поскольку оно не укладывается в общепринятые парадигмы и даже им противоречия, то, естественно, люди, которые не имеют духа Божия, которых апостол Павел называет душевными, они отторгают, они не готовы согласиться и принять. Но духовный, продолжает апостол Павел, судит о всем, о нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Итак, другими словами, апостол Павел выводит себя из всякой человеческой оценки. Он говорит о том, что для того, чтобы люди судили о чем-то духовном, они должны быть в этом пространстве, в орбите духа. А поскольку человеческое не может судить Божие, то и откровение, которое дается духом, оно не подлежит человеческому суду и оценке. То есть апостол Павел выводит себя из какой бы то человеческой критики. Он говорит о том, что то, что он говорит, оно все равно не должно никоим образом обсуждаться, то есть не является предметом обыденной человеческой оценки. И тем самым он указывает на непростую судьбу, возвещаемую им откровение, которое, конечно же, все равно так или иначе оценивается, которое все равно так или иначе осмысляется, принимается или отторгается. Но для него очень важно подчеркнуть, что все то, что он говорит, не является чечским измышлением, что то, что он говорит, является действительно Словом Божиим, является откровением духа. Мы понимаем, что судьба этого слова, она может быть самой разной. И сам Христос говорит это в общеизвестной притче о сеятеле, где семья и Слово Божие и неоднозначная судьба этого семени, она раскрывается. То есть сам Господь видит как бы результаты своего провозвестия. Он сам предлагает увидеть его вот в этой всем нам хорошо известной притче. И поэтому, естественно, что и перед апостолом Павлом стояли ровно те же проблемы. Он тоже должен был осмысливать, почему люди не воспринимают то, что ему продиктовано Богом. И причины этого он указывает в первом послании Коринфянам, и о них также будет речь дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok